Входной контроль обеспечен, нет стопотворения. Каждому посетителю измеряет температуру. В Нижегородском театре юного зрителя после долгого перерыва запустили новую интересную программу. Сразу премьера спектакль «Прощай конферансе». Все антикоронавирусные меры приняты. Это касается не только фойе театра, но и самого зала. Мы получили перечень требований от Роспотребнадзора, которые необходимы для того, чтобы разрешить театру работать. Это и рассадка зрителей на расстоянии не ближе к полутора метров. Это и рециркуляторы воздуха. Это запрет на работу гардероба и буфет. Все эти меры мы, конечно, приняли. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, заполняемые зрительного зала не более 30%. Заняты 200 из 800 мест. Даже чуть меньше, чем разрешено. Но когда дело касается безопасности, лучше перестраховаться. Претензий у проверяющих к театру нет. Но контроль за соблюдением антикоронавирусных мер будет продолжен. Таким образом, по результатам мероприятий, оснований для принятия мер административного реагирования не имеется. Дальнейшие мероприятия по соблюдению требований со стороны театров, концертных залов будут продолжаться. Подобные рейды в регионе проходят регулярно. Уполномоченные посещают различные заведения, в том числе продуктовые магазины, фитнес-клубы и салоны красоты. Ведется мониторинг ситуации и на производстве. Что касается Нижегородских театров, то им, согласно изменениям в указ губернатора о режиме повышенной готовности, разрешили работать с 15 ноября. Естественно, при четком соблюдении требований безопасности. Тюз стал одним из первых, кто вновь распахнул свои двери для зрителей. К слову, сегодня в Нижегородской области 16 крупных театров, 12 из которых в Нижнем Новгороде. Многим из них еще только предстоит научиться работать в новых условиях. Сергей Щеплягин, Максим Веселов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok